Музыка Несмотря ни на что, третьему трудовому семестру 2020 быть. В День молодежи бойцы Омского областного студенческого отряда получили путевки на Целину. Причем в этом году вручение состоялось на новом месте, на территории Омской крепости. Мы здесь проводим не случайно, потому что результатом юбилейного года стало как раз выделение нам помещения. И вот этот год, наверное, будет проходить под знаком того, что мы постепенно будем осваивать эту территорию. Старая крепость теперь становится, Омская крепость становится домом студенческих отрядов. Мы благодарны мэру, благодарны губернатору, которые, несмотря на все сложности, в итоге мы данное помещение сегодня в управлении получили. И я думаю, что это станет точкой притяжения не только студенческих и школьных отрядов, а всей молодежи города. Потому что мы планируем создать большой каворкинг-центр, который будет позволять ребятам работать по различным направлениям. Несмотря на пандемию, Омской области удалось сохранить рабочие места для студентов. Путевки вручены педагогическим, строительным, путинным и другим отрядам. Пользуются популярностью и сервисное направление. Ведь с 1 июля в России дан старт туристическому сезону. Отметим, что в этом году у амичей здесь есть свои достижения. Так, амич Ян Популов стал командиром Всероссийского сводного студенческого сервисного отряда «МРИЯ». По итогам Всероссийской школы трудовых проектов я стал командиром Всероссийского сводного сервисного отряда «МРИЯ» в городе, в Республике Крем, в село Оползневое. Будем все лето трудиться на просторах самого лучшего отеля России и будем показывать, что Омск действительно может показать достойное управление и достойную работу в студенческих сервисных отрядах. Всего в этом году работать в рамках третьего трудового семестра отправятся полторы тысячи бойцов Омского областного студенческого отряда. Уже сегодня более 400 ребят приступило к работам на разных точках. У нас каждый день отправляются ребята на Сахалин, отправляются ребята на Камчатку, на Севера, также в южном направлении. На вокзал студенты в «Синих бойцовках» приезжают в приподнятом настроении в ожидании незабываемого трудового лета с друзьями. Так, 28 июня более 40 бойцов путиных отрядов отправились трудиться на рыбзаводы на Камчатский полуостров. В этом году у нас уезжает всего 156 человек, на данный момент уехало около 70. Пандемия вносит свои коррективы, но мы стараемся привыкать к новым условиям, подстраиваться. И в принципе мы очень рады, что мы смогли выехать в таком составе на работу. Конечно, трудовой сезон мы очень ждали. Погода, к сожалению, несколько вносит свои коррективы, портит. Мы грустим, но тем не менее мы очень рады, что совсем скоро, буквально через 30 минут, мы поедем в долгожданную, третий трудовой семестр на целину, обрабатывать рыбу, радоваться и лицезреть красоты Камчатки.